Я не считаю Америку угрозой России, потому что это слишком громко было бы сказано. Я считаю, что сейчас реальная угроза — это война. И неважно, каким образом пытаются нас втянуть войну на Ближнем Востоке ли, с ИГИЛом ли, и все равно нас как бы втягивают и в сирийские проблемы, и в проблемы иракские, и в проблемы с ИГИЛом, конечно же, и с сирийскими. Потихоньку нас втягивают в эту ситуацию, и мы как, скажем так, честные люди, не можем вот так вот бросить наших друзей. Я имею в виду Башараса, например. Мне очень жалко этого человека. Жалко в каком смысле? Вы знаете, он для меня такой очень интересный пример. Молодой, очень, скажем так, интеллигентный парень, который, казалось бы, я думала, он очень быстро сдастся, а не тут-то было. Посмотрите, как его личность проявилась. Ведь он не должен был по всем параметрам стать президентом, и он не готовил себя. Он слишком мягкий, вот на мой взгляд, был слишком интеллигент. И посмотрите, как он себя ведет в критической ситуации. Поэтому я считаю, что, конечно, видите, нас обложили со всех сторон, создали очаги реальные. Это Украина прежде всего. Это же все, понятное дело, искусственно создано. Даже об этом на эту тему говорить не буду. Но нас еще и втягивают вот в эти ближневосточные проблемы. И втягивают очень мощно. И вы обратите внимание, как арабы потянулись к Кремлю, да. Сколько в последнее время делегаций приезжало арабских из Ирака, из Саудовской Аравии, чего уж мы никак не ожидали, потому что саудиты всегда вели себя достаточно двойственно по отношению к России, да. Но тем не менее, то есть все поняли, что американцам в этом вопросе доверять нельзя. Я считаю, что, наверное, все-таки мы по ментальности ближе. Мы действительно ближе всегда были к арабскому миру. Мы даже в чем-то одинаковые. Где-то в чем-то наивные, где-то в чем-то воинствующие, где-то в чем-то добрые. Не знаю, но во всяком случае, я вижу, что Ближний Восток потянулся. И эмиратские делегации у нас всегда были очень теплые отношения с эмиратами в данном случае. Но я вижу, что просто чувствую, что просят помощи. И действительно, вот то, что ИГИЛ вышел из-под контроля, понятно, что это детище было и Саудовской Аравии, и в совокупности с Америкой, да. Но проблема в чем? Проблема в том, что выпустили Джина из бутылки, и он стал неуправляемый. И спрогнозировать это можно было достаточно давно. И тем не менее, посмотрите, нас обкладывают со всех сторон. И я очень переживаю, что мы вынуждены будем, наверное, в какие-то военные действия, косвенно ли, опосредованно ли, впрямую ли, но ввязаться. Потому что вы меня, конечно, извините, но если будет угроза со стороны Украины, да, ну мы вынуждены будем защищаться, а как иначе? Мы никогда ни на кого не нападаем, да, но защищаться... Не лезьте к нам, вот не надо лезть к нам, потому что мы вот действительно очень такие напоминаем медведи, как говорил Владимир Владимирович, да, не надо к нам лезть. Ну я просто вот даже исторически, да, посмотрите на русский народ. Мы же все иногда ленивые, иногда туповатые, иногда пьющие, да. Но случись какая ситуация, мы же мобилизуемся, мы же просто такой силой, такой глыбой становимся. Поэтому, ну вот это, наверное, самая главная причина. Игл, вообще угроза терроризма, это очень серьезная проблема. Очень серьезная проблема, и как бороться с терроризмом, как бороться с партизанами, да. Но с партизанами в отрицательном смысле слова, это просто не знает, наверное, ни одно правительство, ни в одной стране мира. К сожалению, это такая вот скрытая угроза, с которой нужно действительно бороться, и надо быть каждому из нас очень бдительным, и не пропускать мимо ушей и мимо своих глаз, да. То есть надо быть неравнодушным, потому что вот в Европе борются с терроризмом именно через неравнодушие людей, да. Может быть и средства слежения. Я представляю, как наши отреагируют, если мы тут везде камеры поставим. Но в Англии тоже, знаете, там ведь все снимается. Вот ты приезжаешь в Лондон, и ты понимаешь, что тебя, извините, даже в туалете снимают, да. Ну и что? Зато ты чувствуешь себя в безопасности, в относительной, да. Поэтому, то есть надо, конечно, это не мое дело, и я не специалист в этой области, но, конечно, надо очень серьезно думать о своей безопасности, и прежде всего, конечно, о личной. Каждый из нас должен задумываться. Третья угроза. Третья угроза – это наша лень природная. Вот это наша российская лень, потому что, к сожалению, вы знаете, просто вам приведу пример. Вот там ходишь к врачам, да, и когда врачи говорят о том, что оперировать некому, вот это страшно. Вот это страшно. То есть у нас выпало целое поколение 90-х, и вот это вот 40-45, там, 48-летних людей, оно просто выпало. И я не знаю, как надо работать с молодежью, чтобы они не были растениями, а занимали какую-то четкую позицию в этой жизни и к чему-то стремились. Потому что вот это наше поколение Next 20-летних, да, они же просто, понимаете, спят в обнимку с гаджетами, они же ничего не видят, кроме интернета, они перестали общаться с людьми, они общаются только с компьютером дистанционно, через скайп, понимаете. То есть просто не могут жить без компьютеров. И объясняешь им, что это система слежки, что для чего это все придумано. Они не реагируют, потому что это поколение, вот, лежать на диване, и, значит, даже фильмы, они ленятся даже ходить в кинотеатры, понимаете, они сидят, вот, скачивают все и смотрят. То есть надо работать с молодежью, 58-й раз об этом говорю, потому что я вижу вот всю эту тенденцию, все, что творится. Конечно, есть дети из провинции в основном, да, но вот москвичи наши дети, это просто поколение Next, я их называю, они очень ленивые. И это, безусловно, очень так удручает, честно вам могу сказать. Особенно в таких вузах, как МГИМО, как МГУ, в таких топовых вузах, понимаете. Ленивые ребята, поэтому, верно, вот это лень. Ну, будем бороться, по крайней мере, я своих девчонок как-то так дрючу. Не парламентское слово, но, тем не менее, пытаюсь заставить их научиться работать, потому что надеяться нельзя ни на кого в этой жизни, только на себя. Ну, это не поднялly. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...